Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут доктор Игорь Игоревич Атабеков, я врач-онколог. И сегодня с вами поговорим, зачем же всё-таки онкологи травят пациентов. Потому что часто очень люди пишут об этом в комментариях, я постоянно это ежедневно читаю. Ну, в принципе, про врачей, вот вы травите нас всякой химией, лишь бы химией травить. Про онкологов пишут, естественно, что онкологи это химиотерапию назначают, лишь бы добить пациента. Ну, хирургам своё достаётся, им бы лишь бы вырезать. В общем, врачи в любом случае нехорошие люди. Ну, а всё-таки со стороны практикующего онколога хотел бы с вами поговорить о том, зачем же всё-таки онкологи травят пациентов. Давайте разбираться. Ну и, конечно, прежде чем создавать это видео, я залез просто в комментарии, выбрал первые несколько попавшихся комментариев. Можете посмотреть. Химия, химиотерапия имеется в виду, это билет в один конец. В основном от рака умирают, операция, химия. Мне интересен один момент. Есть ли люди, которые действительно исцелились благодаря химиотерапии, смогли полноценно после этого жить хотя бы лет 10? И тоже вот кто-то умер, родственники умерли от рака. И химия, она вызывает быстрое разрушение организма и ускоряет смерть. По сути, такое лечение нужно, чтобы раковый пациент быстрее отдал концы и не мучился. Действительно ли это так? Действительно ли химиотерапия нужна для того, чтобы человек быстрее перестал мучиться? Зачем столько разработок во всём мире ведётся новых препаратов? Поэтому, учитывая, конечно, опыт людей, учитывая, что у кого-то были родственники, которые умерли от рака, при том, что они получали химиотерапию, конечно же, у людей может складываться такое впечатление. И на самом деле химиотерапия действительно не идеальная. Значит, для начала давайте поговорим с вами, какой принцип работы химиотерапии. Химиотерапия – это, условно сказать можно так, что это яды. Яды, которые активно, максимально бьют по процессам деления, роста, размножения клеток. Смысл в чём? Химиотерапия вводится в организм и она начинает бить по активно растущим и делящимся клеткам. Так вышло, что самыми активно растущими клетками являются, естественно, клетки злокачественных опухолей. Поэтому смысл в том, что мы вводим яды, которые будут травить опухоль больше, чем организм. И чем быстрее опухоль растёт, чем она агрессивнее, чем она более интенсивно делится, тем сильнее на неё будет работать химиотерапия. А если это, допустим, какая-нибудь доброкачественная опухоль, на неё химия не работает, потому что клетки в ней растут очень медленно. Ну или очень медленно растущий тот же рак, например, на него химия тоже будет работать слабо. То есть принцип такой, чем сильнее клетки делятся, тем лучше на них работает химия. Да, понятно, есть другие аспекты, что, к сожалению, опухоль, она вся неоднородная, там много мутаций, она начинает накапливаться. Тут накапливаются такие клетки опухолей, тут такие, и какая-то небольшая часть, она будет нечувствительна к определённому препарату. И вот химия работает, опухоль начинает уменьшаться, но остаются эти клетки, которые нечувствительны. Они размножаются, они дают новое потомство. И в конце концов опухоль уменьшается, уменьшается, мы лечим пациента, но вдруг химия перестаёт работать. И нам приходится подбирать другие препараты. Почему перестаёт? Потому что опухоль, происходит естественный отбор, и опухоль эта уже состоит из новых клеток, из потомства тех, которые нечувствительны к определённому препарату. И, конечно, учитывая, что химиотерапия бьёт по, в принципе, по всему организму, просто по другим клеткам меньше, конечно, возникает большое количество побочных эффектов. Но химиотерапия, это направление лекарственного лечения рака, оно тоже не стоит на месте. Например, разработали таргетное лечение, оно более прицельное уже. То есть там бьют на определённые механизмы в клетках, которые участвуют в образовании и в росте рака. То есть берут, специально находят механизм, через который вот данная опухоль конкретного человека, она быстро растёт и воздействует на этот механизм. То есть, да, этот механизм есть и в других клетках, но намного сильнее начинает страдать всё-таки опухоль. И это более такое современное, прицельное лечение, таргетная терапия. Есть ещё иммунотерапия. Иммунотерапия – это вообще самый новый, очень перспективный метод активации иммунитета против опухоли. Так всё-таки, излечивает ли химиотерапия кого-нибудь? Или это так, продлить жизнь, или наоборот, как некоторые пишут, укоротить жизнь пациента? Для этого нам надо, конечно, обратиться к статистике, посмотреть, сколько всё-таки пациентов от химиотерапии будут выздоравливать, у скольких будет эффект, у скольких его не будет. Есть такая замечательная книга, это настольная книга онкологов, называется «Руководство по химиотерапии». Под редакцией замечательных авторов – это Наталья Иннокентиевна-Переводчикова. Вы можете здесь посмотреть регалии. Основоположница отечественной клинической химиотерапии. И доктор Горбунова является одним из ведущих химиотерапевтов в России. И вот под их редакцией есть такая книга, в которой очень подробно описаны самые разные аспекты лечения опухолей. Если мы откроем эту книгу и посмотрим, насколько опухоли чувствительны к химиотерапии. И посмотрите. Например, рак поджелудочной железы. Практически, ну, очень слабочувствительный. Хотя, даже при этом, в моем опыте, есть пациенты отдельные, которых на химиотерапии исчезли все метастазы, исчез рак поджелудочной железы. И они себе живут, поживают, и у них все хорошо. Просто одной химиотерапии, ничем больше. Почему именно у них так это произошло, никто не знает. Но такое тоже бывает. Вот эти опухоли, они в принципе чувствительные, но, скажем так, не суперчувствительные. И эффект можно достичь у, ну, до половины пациентов. Начинается уменьшение опухоли. И доказанный хороший положительный эффект. То есть, это вот желудок, например, пищевод, рак легких. При меланоме, кстати, иммунотерапия. Это новый, очень перспективный метод. И у части пациентов происходит полное исчезновение и опухолей, и всех метастазов во всем организме. И эти пациенты, таких достаточно, кстати, много в моей практике. Ну, и другие там всякие. Саркомы. Саркомы слабочувствительные к химиотерапии. Глеобластома, например. Они слабочувствительные. А вот здесь мы посмотрим. Здесь вот левый столбец, это возможность вообще полного исцеления. И вы можете здесь посмотреть. Это вот опухоль, которая характерна для беременных. Опухоль яичек или рак в области анального сфинктера. Вместе с лучевой терапией никакой операции зачастую получается просто облучить, назначить химиотерапию. И часто у этих пациентов полностью исчезают опухоль. Ну, и понятно, всякие лейкозы, лимфомы. То же самое. Очень хорошо по опыту яичники очень хорошо отвечают на химиотерапию. Рак кишечника тоже часто неплохо уменьшается и может даже исчезать на химиотерапии. Молочная железа. Мы зачастую таких пациенток сначала проводим химиотерапию, потом они оперируются. И под микроскопом мы удаленную опухоль смотрим. И можем увидеть уже сразу после проведения химиотерапии, что делаем УЗИ, опухоль уже либо уменьшилась сильно, либо ее вообще не видно. Потом хирурги убирают все-таки эту молочную железу, удаляют. Чтобы удостовериться, может где-то какие-то мелкие клетки, которые нечувствительные были, сохранились. И часто можно увидеть такой эффект, что в удаленном материале, да, они находят опухолевые клетки, но они все мертвые. То есть не осталось жизнеспособных клеток. И скажу так по опыту, что у меня очень много пациентов, которые 10 и 20 лет просят способ лечения, живут и здравствуют. Иногда смотришь, пришел человек, у него какая-то опухоль, а 15 лет назад у него был пролеченный другой вид рака. Например, была молочная железа, сейчас рак в кишечнике возник. Какая-то есть у него предрасположенность, недаром же у него возникает рак неоднократно. О факторах мы тоже поговорим в другом видео. И на самом деле химиотерапия работает. И если человек, конечно, приходит с какой-то агрессивной опухолью, на которую химия особо не действует, там уже много метастазов, мы ни удалить не можем, ни лучевую терапию не можем применить. Мы ни удалить не можем, ни лучевую терапию применить не можем. Но ничего не остается, как химиотерапия, даже если она не суперэффективная. Конечно, такие люди будут, к сожалению, умирать. Но после вот этой информации, я думаю, каждый для себя сам решит. Онкологи все-таки такие плохие, химиотерапия такая уж плохая. Или все-таки мы пытаемся реально помочь людям. Всем хорошего дня, до свидания, будьте здоровы. Субтитры сделал DimaTorzok